Добрый день! Попробуем разобраться, так ли это на самом деле и сделаем это, я думаю, на примере одного из новых крупных загородных проектов. Компания Домополис сейчас как раз реализует такой проект, называется он «Акварель». Алексей, давайте вот с самого начала «Акварель» вообще откуда такое название? Коттеджный комплекс «Акварель» находится рядом с замечательным живописным водоемом. «Аква» присутствует, решили добавить такую красочную нотку. Все краски загородной жизни у нас в «Акварели». В самом коттеджном комплексе «Акварель» даже улицы названы у нас именами известных художников Репина, Воснецова, Айвазовского, Левитана. А находится этот поселок в Шихово. Все верно, это слабостой район? Да, все верно, все верно, находится в Шихово. Почему именно этот район для строительства выбрали вы? Очень удобная транспортная доступность. 15 минут до города Кирова. Можно добраться с двух направлений. Это со старого путепровода моста и нового моста. Наличие всей инфраструктуры, то есть это магазины, детский садик, школа, администрация, дом культуры. Все в шаговой доступности. А также великолепная природа, очень живописное место. Это место для прогулок или там можно купаться? Это место и для прогулок, и для купания, и зимней, летней рыбалки. Вот один из мифов мы как раз с вами, видимо, уже и разбиваем, да, о том, что школа, детский сад, все это далеко, нужно куда-то собирать ребенка и тащить. Я так понимаю, что это прям вот все рядом и в шаговой доступности, да? Да, все верно. Все очень близко. Вообще, что из себя этот поселок представляет? Сколько там будет домов? Сколько улиц? Как сейчас это все выглядит? Данный коттеджный массив состоит из 170 участков. Нарезаны они от 8,5 до 13 соток. Предусмотрены дороги в твердом исполнении, освещение, детская площадка, строительство магазина рядышком на въезде. В данный момент тенденция складывается таким образом, что от 8 до 15 соток земли достаточно для комфортной жизни семьи. То есть не только выезда, выходные дни отдохнуть на шашлыки. На свои 4 сотки, да? Но и для комфортного проживания круглогодичного. Тем более с сельским тарифом. В данный момент у нас строятся 15 домов, залито 30 фундаментов. Этапы строительства разные. То есть есть 100% готовность, есть 50, 70, ну и начало строительства. И весной мы продолжим бурными темпами строительства следующей очереди. В планах данный проект завершить к 2023 году. Застройка происходит комплексно. Строятся дороги, строятся сети. Массив газифицирован, электрофицирован. Соответственно, все у нас подключается по государственной программе, по федеральной. Да, программа для газификации. То есть газ можно будет впоследствии... Заявку написать и подключить доведут бесплатно до участка. 170 домов. Это ведь, на мой взгляд, довольно большой жилой комплекс, да? Это большой жилой комплекс, да. Для города Кирова, для Слободского, тем более, района, для области. Это такой грандиозный, серьезный проект. Как скоро можно будет заехать? Вообще, насколько быстрые темпы строительства у вас? Если фундаменты у нас уже готовы, то это где-то в районе 2-2,5 месяцев. Если с фундаментом, с заливкой фундамента, то это где-то в районе 4 месяцев. Это уже будет дом в стопроцентной готовности, поставленный на учет. Вообще, по строительным меркам это быстро, да? Конечно, быстро. О самом интересном для покупателях, о ценах давайте поговорим. Посмотрела я на сайте у вас. Там есть 4 проекта дома. Дома все двухэтажные, 90 квадратных метров. Они стоят 2 миллиона 650 тысяч рублей. Да, сейчас акция проходит. У нас они стоят до конца декабря. Первые 5 домов 2 миллиона 650 тысяч рублей. Дальше есть дом 110 квадратных метров из кирпича 3 миллиона 100 тысяч и 128 квадратных метров из газосиликатных блоков 3 миллиона 50 тысяч рублей. То есть, по сути, это цена двухкомнатной квартиры в городе. Я бы даже сказал, с учетом данного времени... Повышающихся цен, да? Да, повышающихся цен. Это цена эквивалентно однокомнатной квартире. Ну вот логичный вопрос. За счет чего это удается? Сама скорость строительства и оперативность, ну и, соответственно, цена. Ввиду того, что у нас идет комплексная застройка, соответственно, мы везем сразу на несколько домов, тем самым снижаем транспортные затраты. За счет покупки оптом самих материалов и слаженной работе сотрудников, самого персонала. Цена действительно соответствует квартире в городе. Но возникнет вопрос о содержании этого жилья, о коммунальных платежах. Вот здесь насколько разница велика? Так как у нас данный поселок газифицирован, по цене это будет очень недорого. Если сравнивать со стоимостью коммунальных платежей в городе, то это как минимум раза в 2-3 будет дешевле. 100 квадратных метров это 3-4-комнатная квартира, условно говоря, да? То есть отопление будет примерно в 2 раза дешевле? Да, то есть не только отопление, имеется в виду вся коммуналка у вас будет дешевле раза в 2-3. Начали мы говорить о том, что, во-первых, это несколько разных проектов домов, разные, я так понимаю, технологии строения. У нас в зависимости от геологии фундаменты есть двух типов. Есть ленточные фундаменты, есть фундаменты буронабивные с ростверком и сваями. Плюс мы делаем монолитную железобетонную плиту, армированную по первому этажу. То есть черновая стяжка у нас уже есть. По стенам два типа исполнения, то есть газосиликатные блоки с последующей покраской по теплотехнике. Очень теплая, хорошая дома. И второй вариант, это проверенный веками кирпич с утеплением и облицовкой тоже тем же кирпичом. Хватит на века, то есть не надо ничего не перекрашивать, не подкрашивать, не подштукатуривать. Очень явным и большим плюсом в наших домах является межэтажное перекрытие. Мы его делаем из сборных железобетонных плит. Многие сейчас застройщики, которые продают дома по, скажем так, более дешевым ценам, они используют межэтажное перекрытие деревянное. Мы же решили пойти путем более надежной конструкции и перешли на железобетонные плиты перекрытия. Кровля у нас идет мансардного типа с утеплением 200 мм базальта. Делается у нас вентиляция, то есть проходки через кровлю, все как положено. И по первому этажу полностью произведена разводка канализации с выпуском в локальное чистное сооружение. Дом мы получаем в черновой отделке, но по желанию заказчика мы можем сделать и чистовую отделку. Полностью мы все можем произвести под ключ. Хотела еще уточнить по условиям покупки. Можно ли купить эти дома в рассрочку, в ипотеку? Да, конечно. К каждому клиенту подход индивидуальный. Вы обращаетесь к нам, наши специалисты обсуждают с вами варианты решения вашей проблемы. Допустим, если у вас есть квартира в городе, но вы хотели бы переехать за город, мы можем рассмотреть варианты различные. Значок трейдинг я у вас там видела вот об этом. Ну, понятно, что прежде чем покупать, хочется посмотреть на это все. И есть какая-то возможность? Да, конечно. Вы можете позвонить в отдел продаж, договориться навстречу в любое удобное время. Наш специалист выйдет, покажет вам варианты домов, уже построенных, либо еще строящихся, либо, если вдруг вам понравился земельный участок, но в данный момент на нем нет ни фундамента, ничего. То есть мы можем рассмотреть вариант проработки данного вопроса на этапе даже планировки, скажем так, участка. Плюс будут еще одноэтажные дома в скором. Да. Это тоже какое-то требование покупателей, спрос на них сейчас? Спрос на них тоже очень активный, поэтому решили еще добавить и одноэтажные дома площадью от 110 до 130 квадратных метров на больших участках. Вообще вот эта тенденция-то она какая? То есть мы ведь, наверное, бежим из города-то именно за... За комфортом, за уютом. За чем-то таким настоящим, крепко стоящим. За город, он дает возможность вздохнуть полной грудью, немножечко отстраниться от проблем, пообщаться с природой. В нашем массиве вообще, в принципе, в этом районе нет загрязняющих производств, рядом лес, рядом пруд. Для этого и приобретают жители мегаполиса дома в загородных поселках. А вообще вот эта вот тенденция выезда за город, вы вот работая в этой компании, вы ее чувствуете? Люди сейчас хотят жить за городом или, не знаю, лучше купят жилье в Муравейнике, но в черте города? В свете последних событий... Пандемии. Пандемия, да. Ехать и жить за городом – это один из главных трендов нашей сегодняшней действительности. Индивидуальное жилье становится все более популярным. Площадь домов в строящихся городках с каждым годом корректируется, то есть изначально в начале 90-х мы видели особняки, дворцы. Сейчас же потихоньку спрос меняется, соответственно, уменьшается и площадь границы между городом и областью сегодня постепенно стираются. Давайте нашим слушателям подскажем, куда можно обратиться, если их заинтересовал конкретно этот комплекс, если они давно хотят уехать за город. Значит, вы можете обратиться в отдел продаж по телефону 45 33 90. Наверное, на этом мы и закончим. Алексей, спасибо вам большое за разговор. Еще раз напомню, что в студии у нас сегодня был Алексей Клепцов, руководитель службы заказчика группы компаний «Домополис». Доброго дня, Алексей, вам. Доброго дня всем слушателям. Крупный план.